Привет, мои дорогие! Вот слышите, какой гул? Это идёт проверка сирены. Вот такая сирена гудит, когда торнадо или ураган или ещё что-то предупреждает. И каждый понедельник, сегодня понедельник, 3 февраля 2014 года, каждый понедельник, первый понедельник месяца, идёт проверка. Всё, это вот была проверка работоспособности сирены. Вот так вот она жутко загудит. Я слышала всего лишь один раз, сколько я здесь живу, 2,5 года. Я слышала всего лишь один раз вот этот вой сирены. Вот такое небо у нас сегодня пасмурное. Опять пасмурная погода. Денёчек вчера постояло, солнышко, и всё. Да, Элджичка. Ну, норме, Элджи. Вот она, вот она, вот она морда, Элджи. Ну, чего ты насторожилась? И дома, я хочу сказать, прохладно. Я надела носочки, и надо одеть ещё кофточку. Вот, потому что что-то, что-то меня морозит. Где Сквика? Вот, кстати, нашлись мыши. Помните, я вам говорила, что осталось всего 2 мыша. И вот сейчас уже их 3, и где-то был ещё 4 из 6. То есть, 2 так я и не нашла. А 2 нашла было вот здесь, под холодильником. Я когда делала генеральную уборку, я отодвигала холодильник, отодвигала печку, всё вымывала же. И вот под холодильником было 2 мыши нашлись. А где же ещё-то одна теперь опять потерялась? А, вот она. Вот этот, ещё один маленький мышь здесь у меня. Вот, а Сквикашка здесь у меня на стулу леглась. Сквика! Ну, да сиди ты, не бойся, не буду я тебя трогать. Сквика! Ладно, я смотрю кино, смотрю Декстера. Вот опять полил дождь. И вот так целый день. То польёт, то перестанет, то польёт, то перестанет. Вот сейчас на тёмном покажу. Вот такой вот довольно-таки сильный. Не ливень, конечно, но вот такой, скажем, дождь. Опять всё мокрое. Лужа только вроде стала убывать. Опять она здесь увеличивается, растёт. В общем, вот такая сегодня у нас здесь погода. Хотя мне, я хочу сказать, это очень нравится. И я на самом деле люблю дождь, обожаю. И при этом на улице очень тепло. Вот и с этой стороны дома тоже так мрачно, пасмурно. Всё небо затянуто. Дождь не сильный, но капает. Вот сейчас, по-моему, перестал даже, если вот судить по лужам, то вроде как уже и нет дождя. Но он вот так то начинается, то заканчивается. Сегодня целый день. Вот хочу вам показать дерево. Надо будет мне пойти его поближе поснимать. На нём такие красивенные цветы. Пока дождь скончился, надо мне бежать в магазин. Вот одела новую кофточку. И такая она мягкая, и такая она классная. И так мне в ней уютно и комфортно. Побегу сейчас, сбегаю в магазин. Всё, не буду я её сдавать. Я всё думала, то ли сдавать мне её, то ли оставлять мне её. Оставлю, наверное, если что, то вот даже дома ходить. Сегодня прохладно, у меня абсолютно нет чего-то такого, чтобы тёпленького одеть. Так что побегу с голыми ногами. Давно не показывала вот этот садик около дома. Вот так вот здесь всё прямо разрослось. В прошлый раз, когда я показывала, здесь как-то хиленько было. Сейчас или из-за того, что дожди идут, или просто уже время. Вот новые украшения здесь поставили. Какая-то божья коровка или кто это. А там бочонок с бриллиантами. Вот ещё какая-то сидит здесь пчёлка или кто она. Такой вот здесь садик, разросся. Вот, хоть дождь и затих, но такое впечатление, что всего на несколько минут. Такое впечатление, что он сейчас опять польёт со страшной силой. Вот даже бездомные одели плащи, чтобы не промокнуть со своими телегами. В принципе, не холодно. Вот люди ходят совсем раздетые. Но я по жизни такая мерзляка. Мне чуть-чуть похолодало 2-3 градуса. Всё, уже мороз. Я уже начинаю одеваться, запутываться. Вот именно поэтому я, наверное, и не могла хай жить на халяске. Потому что тот климат мне уже вообще-вообще никак не подходит, если я умудряюсь на Гавайях замерзать. Ну, в принципе, я не одна такая. Сегодня вот некоторые люди тоже одели кофточки с длинным рукавом. И я хочу сказать, что это максимум того, что вам понадобится на Гавайях. Никакие куртки. У меня есть с собой пара курточек. Я их ни разу здесь не одевала. Ни одного раза. Единственный раз, когда мы ездили на Большой остров, то я брала с собой курточку, потому что мы поднимались на высоченную гору 4 километра. И там на вершине горы лежал снег. И вот там мне эта курточка единственный раз пригодилась. А так, вот что-то типа того, что я сейчас одела. Вот это максимум, что понадобится здесь, даже в самую холодную, лютую, лютую погоду. Лютая погода, лютая зима, это от силы плюс 20. Я возьму молоко. Вот такое я обычно беру. Пау-милк. Это 5,99 колонн. Это 4 литра. Вкусно. Хочу попробовать взять кефир. Ни разу я не покупала. Вот здесь есть несколько видов. Хани, это медовый кефир. Потом хани-стробери, это медово-клубничный. И плейн, это обычный, обыкновенный. Вот для начала возьму просто обычный кефир. 4,99 он стоит. Еще у меня кончилась картошка. Вот сейчас я возьму ее. Паунд 1,99. Также возьму пару морковок. Морковка по 1,49 паунд. Еще возьму лука. Вот здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 таких средних луковичек. И стоит этот мешок 4,99. Здесь 3 паунда. Также у меня почти закончился свежий лук. Вот я сейчас куплю. Не очень, правда, хороший, но такой средний, скажем. Неплохой, нехороший. По 1,99 пучок. Вот я его возьму, нарежу и заморожу, чтобы у меня всегда был свежий лук. Чеснок. 3 здесь, 3 головки чеснока. Стоит 2,49. Все вместе. Моя любимая пинат-баттер печенье. Я знаю, что на диете, я на вечной, вроде как печенье нельзя. Но по одной хотя бы печенюшке в день на завтрак очень мне хочется. Поэтому возьму 4,09. Вот эта вот пачечка. Стоит там всего 10, штук 10, наверное, печенюшек. Вот мои сегодняшние покупки. Можно было взять еще больше, можно было взять еще фруктов. Но у меня там есть яблоки и больше я просто физически не утащу. Очень тяжело и так много набрала. И обошлось мне все это в 33 доллара 72 цента. Ну вот так я и знала, пока я была в магазине. Дождь начался опять. Слава Богу, пока не сильный. Поэтому я быстрее, быстрее бегу домой. Сейчас я зайду еще в магазин, который у меня следующий по пути. ATM Store. Ой, ABC Store. Сниму денежки. Сегодня у меня день зарплаты. И пойду домой.